Извините, я не русский. Быть. А какой его существительный? Никогда не встретил. И мне кажется, на русском это и есть. На русском языке варианты, как поздоровиться, гораздо больше, чем на испанском. Hola amigos! Добро пожаловать! Bienvenidos на канал Kiki Мексиканец. И сегодня я вам хочу рассказывать, какие слова мне очень сложно переводить на русский язык. Я уверен, что все иностранцы, которые учат русский язык, мы все согласны, что русский очень богатый. И сегодня я подбирал 7 слов, которые я вообще не знаю, как сказать на испанском. Обычно я просто объясняю, потому что я не могу найти что-то подходяющее. Если вы знаете, пожалуйста, пишите в комментариях. И также, если вы знаете другие слова, которые иностранцам очень сложно переводить, пожалуйста, тоже пишите. Первое слово – это разница между русский и россиян. Обычно мы на испанском только имеем слово руссо. И понятно, что в России понятие русский и россиян разные. И мы как-то привыкли, что просто русский, русский, русский. Когда на самом деле, когда говорим на русском языке, иногда просто больше подходит россиян. И как понимаю, на других языках тоже нет этого отличия от русских и россиян. И понятно, мы объясняем, что русский – это национальность, и россиян – тот, который имеет русский паспорт. Или российский паспорт. Поэтому я когда-то иногда говорю со своими друзьями, типа, ты русский? Типа, нет, я татарин или другие. Иногда, мне кажется, может обижать человек, если ты спрашиваешь, ты русский? Когда я имел в виду, как типа, ты из России, то есть ты россиян. И поэтому для иностранцев иногда кажется еще сложнее, потому что мы не хотим обидеть. Но не знаю, мне кажется, они все в курсе, что для нас на нашем родном языке просто бывает руссо. И в руссо мы включаемся как этой нации, потому что мы имеем в виду руссо – человек, который живет в России. Второй момент – цвета. Очень интересно, когда я преподаю испанский язык, и приходим к слову «асуль». Если вы знаете испанский, это какой цвет? Понятно, это синий. А на русском есть и синий, и голубой. И у нас на испанском синий просто «асуль». Обычно мы говорим «темно-синий» или «цветли-синий» примерно. И я помню, когда приехал в Россию, а это было очень интересно, как вы знаете, в Москве есть арбатско-покропская линия, которая синяя, но я всегда говорил типа «темная-синяя». Ну, убедимся на арбатской «темная-синяя», потому что вы знаете, что есть арбатская голубая, арбатская «темная-синяя». Ну, понятно, что на русском это достаточно просто сказать «синяя», но как для меня было, что один должен быть синий светлый и синий темный. И поэтому у нас только один вид «асуль». И, например, на испанском можем сказать «асуль кляру», «асуль фуэрте» или «асуль обскуру». Это будет «темно-синий» и «асуль кляру голубой». И круто, что на русском языке есть разные слова для разного тонного синего цвета. Третье слово, и это очень интересно, потому что, мне кажется, вообще из всех языков, которые я учил, никогда не встретил. И, мне кажется, на русском это есть это слово «полтора», то есть «один с половиной». А это очень классно, потому что можно полтора килограмм, полтора часа, можно применить к сего. И, чтобы сказать на испанском, я бы сказал «una hora y media», например, «полтора часа», когда словно час и тридцать минут и полчаса. Или полтора тысячи рублей, я должен сказать «мель киньентус рублёс». И полтора – это так удобно. Полтора килограмм – «ун кило и медио». Полтора килограмм. Здорово. То есть это очень удобно. Я бы тоже хотел, чтобы на испанском включили какое-то слово, которое тоже значит «полтора». Потому что даже на английском «one and a half» – это все равно «one and a half». То есть это получается много слов. На русском – один. Прекрасно. Четвертое слово – это «молодец». Такое глубокое слово, потому что, в принципе, «ну, молодец», «ну, ты молодец», да? Но по-испански обычно мы говорим, как типа «это была хорошая работа» или «а у тебя получилось хорошо». Потому что, например, у нас есть слово «перфекто». «перфекто» – как отлично, да? Я не могу сказать «ту перфекту». «ту eres перфекту» – это как «ты совершённый», «ту eres bien». Поэтому мы обычно «luisiste», «vien te salomo», «vien». Как мы объясняем, как хорошо у тебя получилось. А на русском просто «молодец». Даже, например, на английском, не знаю, если так как «well done». Но все равно это одно, это два слова, и это значит, что ты хорошо исправился. И, кстати, мне было смешно, когда я был в университете, и все начинают типа «молодец». Потому что, мне кажется, на испанско мы не говорим «перфекто». «Мой би пен». Тем более, это «мой вен» – это один дип-ток. Мне очень понравилось, как вы можете поддерживать с этим словом. Пятый момент. Это не слово, а точнее выражение. Но меня так удивило. Это «доброго времени суток». Я по-испански, я не представляю, как можно это сказать. Понятно, Россия – самая большая страна в мире, и часовой поезд очень разный. Поэтому то, что в Москве днем, уже вечером в Владивостоке, и так, поэтому, чтобы не сопутаться, и отправить почту, которая приветствует хорошо, и хорошо, доброго то, что у тебя есть, доброго, если у тебя вечер, утром, доброго времени суток, мне кажется, это отлично. И как раз я думаю, что в России только могли изобретать. Но мои русские друзья мне сказали, что это неформально. И, кстати, наверное, я бы должен сказать, но мои россияне-друзья мне говорили, что это не очень формально, потому что я говорю русский в моем голове, как будто люди, которые живут в России. Но, может, по нации они не все русские. Или, может, я бы должен сказать, мои российские друзья, но мне кажется, это сложно звучит. Или вам как хорошо слышно, мои российские друзья? Или мои русские друзья? Или я должен перечислять. Мои русские друзья, мои татарские друзья, мои якутские друзья, мои чувашьи друзья. Это неудобно. И круто, потому что можно не париться. Потому что, когда я обычно пишу почту вечером, я думаю, как лучше написать добрые ночи или все-таки доброе утро, потому что я понимаю, что, скорее всего, эта почта читают нас с автора. И чтобы была первая почта, и сразу будет доброе утро. Доброе время суток. Когда читаешь, и так и будет правильно. Вечером, днем или ночью. Неважно. И вы знаете, на испанском очень интересно, потому что мне кажется, что это нас не хватает. То есть, у нас есть приветствие hola, но hola это примерно как привет. И все. То есть hola, наверное, это не так формально. Если это очень важно человеку, который не знаком, все-таки не сказать hola. А следующее, чтобы было формально, тогда у нас есть только buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Но это ты говоришь в зависимости от времени суток. И на русском, например, есть здравствуйте, который это не привет, но это одно тоже не доброе утро, добрый вечер, добрые ночи. Поэтому на русском языке вариантов, как поздоровиться, гораздо больше, чем на испанском. Понятно, на испанском языке есть куча идиомы, но это неформальный язык, и обычно эти идиомы могут только быть региональными. И, кстати, это то, что отличает испанский язык от других стран. И шестое слово, это вытье. Это понятное, существительное, неодушевленное, средний род, второе склонение. Окей. Но как это сказать на испанском? Синонимное слово вытье есть как жизни, но на испанском также есть глагол жить, существительное это вида, жизни. Существование это вытье, но у нас тоже есть глагол existir, эксистенция существительная. А у нас на испанском есть глагол ser, быть. А какой его существительный? Нет. Мы говорим existencia, vida, но у нас нет такого как bityo, как на русском языке. И меня так удивило, потому что на испанском языке мы говорим, что глагол ser это самый важный, практически вокруг него строится наш язык. И, представляете, мы забыли придумывать существительный для этого глагола. И седьмой момент, который я уверен, что это нас не хватает на испанском языке, это как вы можете играть с именами и сделайте как прилагательный. Например, у меня есть вот тетрадь, а я помню, что мне было очень смешно, когда мне сказали, вот это кикиная тетрадь. Прикольно, моё имя можно делать прилагательным. И это вы очень часто употребляете, когда у нас есть вопрос чей, че, че, че. Или это Сашиная книга. И это так круто, ребята, как вы можете так играть с словами, и любое имя можно, в принципе, сделать прилагательным. И скажите, пожалуйста, вы тоже заменяете имя человека на прилагательный? Это просто интересно. Я, к сожалению, не эксперт, поэтому мне очень интересно. Напишите, пожалуйста, как ваше имя заменяется на прилагательный. Ну и, мои дорогие амигос, надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваших комментариев. Мне очень нравится. Извините, если я иногда делаю ошибки, я не носитель русского языка, но я очень люблю русский язык, и всё-таки я хочу с вами поделиться моё мнение, то, что мне кажется интересно, поэтому, Сара, не извините, я не русский. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте лайк. Если вы ещё не подписывались, делайте сейчас. Ваша поддержка мне очень важна. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adios, amigos!